С появлением осени многие люди сталкиваются с таким явлением как депрессия. На смену солнечным летним дням, когда многие отдыхали, путешествовали, выезжали на природу или море, приходят однообразные серые рабочие будни. Усугубляют ситуацию пасмурное небо с дождливыми тучами, слякоть, частые перемены погоды, а затем и нехватка витаминов. Это некоторые из причин, приводящие к депрессивному состоянию. И, как итог, плохое настроение с приступами апатии и одиночества, хандра, общее плохое самочувствие и головные боли. Психиатры и психологи, а также люди, пережившие такие состояния, сходятся во мнении, что исправить ситуацию можно. И одни и другие утверждают, главное не погружаться в депрессию, а пытаться изо всех сил с ней бороться. Наталья Виссарионовна, Вы как психиатр с 30-летним стажем работы, наверняка посоветуете нам методы, как предотвратить появление депрессии. Во-первых, очень важно Ваше мышление. Позитивный настрой играет большую роль. То есть в это время постарайтесь распланировать свою жизнь так, чтобы она у Вас чем-то была занята, чтобы Ваши мысли не ограничивались тем, что Вы изучаете свое здоровье, свои ощущения и еще больше углубляетесь в это угнетенное состояние. Распланируйте так, что в октябре или в сентябре Вы должны пойти на курсы английского языка, записаться на фитнес, изменить каким-то образом свой обычный распорядок дня не в плане режима дня, а в плане того, что вот если Вы на работу ездили на маршрутке, начните ходить пешком, зная, что это тоже Вам поможет и немножечко приподнимет Ваше настроение. Выделите время для посещения своих друзей. После работы задержитесь на час, зайдите в кафе, пообщайтесь с близкими, спланируйте себе какие-то экскурсионные поездки. Например, сейчас очень много практикуется поездок на выходные дни, которые не мешают Вам работать в обычное время. Если Вы потеряете интерес к работе, Вы видите, что она становится скучной, пожалуйста, оживите свой рабочий процесс. Постарайтесь за час попробовать сделать то, что Вы раньше за два часа делали. Ставьте перед собой такие маленькие задачи, и каждая победа будет у Вас вызывать чувство удовлетворения. Научитесь видеть радость в том, что Вас окружает, и делитесь этой радостью с другими. Обращайте внимание на окружающих. Есть люди, которым намного хуже, чем Вам, и которым нужна Ваша помощь. А только благотворительность, только желание помочь другому, и вот это ощущение, что Ты принёс какую-то пользу, вносит, в общем-то, гармонию в Твою душу. Существует масса советов относительно того, как справиться с плохим настроением и самочувствием в период депрессии. Кто-то советует отбросить все дела и побыть одному. Другие, наоборот, включиться в работу, общение с людьми. Что делать, если депрессивное состояние всё-таки наступило? Прежде всего нужно нормализовать свой режим дня, потому что порядок, в общем-то, в своей жизни мы можем навести сами. Это утро и вечер, вставать и ложиться в одно и то же время. Причём, когда уменьшается световой день, постарайтесь встать немножечко раньше, чтобы захватить больше этого света. Утренняя зарядка – это обязательно, потому что мышечная нагрузка способствует выработке серотонина наших эндорфинов, то есть это и есть серотонин. Следующее – это увеличьте свой световой день даже искусственно. Есть сейчас методы лечения вот таких именно сезонных депрессий, мягких депрессий, светотерапия. Не экономьте на электроэнергии вечером, включайте яркий свет, оденьтесь во что-то яркое, то есть даже ощущение яркого света и то способствует выработке эндорфинов и как-то стимулирует эти процессы в организме. Очень важно наладить питание. Введите в питание такие продукты, как рыба, морепродукты способствуют увеличению выработки в организме витамина Д. Хорошо, вот капуста брюссельская, все виды овощей и вообще фруктов, но вот брюссельская капуста, она содержит очень много ингредиентов. В группу В она содержит, кроме того, витамин С содержится в перец салатный, зеленый лук, цитрусовые, пейте побольше соков. Вот таким образом, упорядочив свое питание, переходите к следующему пункту – это упорядочить свою двигательную активность. Дело в том, что летом мы, конечно, много двигались, день был большой, мы ложились поздно, вставали рано. Сейчас наш ритм жизни замедлился, и поэтому внесите оживление в двигательный ритм. Ведь три основных симптома депрессии – это двигательная замедленность движений, то есть двигательная активность постепенно снижается, замедленность мыслей человеку, трудно становится сосредоточиться, даже ему кажется, что у него ухудшается память, но это ошибочное мнение. И третье – это снижение настроения, даже больше сказать ангидония. Ангидония – это проблема сейчас всего мира, утрата удовольствия. Человек перестает чувствовать радость, радость уходит из его жизни. Удовольствие – это удовлетворение от пищи, от красивых вещей, от созерцания природы, он перестает чувствовать. Вот это проблема всех людей, практически большинства людей, особенно в мегаполисах, когда люди заняты, они все время в транспорте, на работе большее время, им некогда общаться с природой. Так вот эти именно три механизма надо включить, оживить, и это то, что в силах человека, если это депрессия, легкая, сезонная, мягкая. В любой ситуации можно найти положительные стороны. Осень, при всех ее недостатках, прекрасное время года. Постарайтесь насладиться ее прелестями. Листопадами, воздухом, пропитанным ароматом пряных трав и сладких прелых листьев, сезоном грибных походов в лес. Не позволяйте плохой погоде испортить целых три месяца вашей жизни. Превратите свою осень в яркое, незабываемое время года. Продолжение следует...